доброго времени суток дорогие друзья мы поговорим с вами сегодня про not 8 обзор не будет построен так как другие обзоры строят то есть рассказать про телефон про внешний вид мы про это говорить не будем есть миллионы роликов интернете от разных блогеров которые делают это много лучше меня я хотел бы выразить свое мнение по поводу нескольких вопросов вот и рассказать именно вот почему я именно выбрал not 8 мы не будем заниматься распаковкой то есть вот здесь запакованная моделька вот есть как бы уже распакованный телефон мы не будем как бы этим заниматься я именно выражу свое мнение по поводу этого телефона то есть почему вот именно он принципе нравится мне и скажу какие есть минусы ски есть плюсы то есть то с чем я столкнулся ну я телефон использую в чехле то есть я его специально для обзора не чистил ничего то есть вот такой как он есть да то есть только снял чехол сразу говорю он очень маркий то есть вот думаю прекрасно видно это то есть я его не чистила до повторяю специально просто достал с чехла и вот он так выглядит здесь даже вот видите немножко видно как грязь такая осталась да как бы от чехла ну специально то есть ничего не чистила чтобы показать вам вот как вот он выглядит после двух месяцев использования вы когда снимаешь чехол вот так то есть и И тот, кто хочет носить его без чехла, имейте ввиду, что вот так это будет видно. На камеру получается всё это заснять. Итак, смотрите. Первое главное достоинство ноты – это, соответственно, ручка S-Pen. То есть, про неё говорить можно много. Про то, как ей пользоваться, какие фишки есть. Для меня главное достоинство – то, что я хочу вам показать сейчас. Так, сейчас, секундочку здесь. Выключим. Окей. Итак, главное, что я хочу показать вам – это вот нашла вот такую программку. Называется Pen & PDF. Вот. Так, надеюсь, там всё сфокусировано. Отлично. Вот. Смысл этой программы заключается в том, что мы можем подписывать PDF-документы и подписывать их реально. То есть, не как вот там пальцем, да. То есть, многие PDF-редакторы сейчас имеют возможность как бы это делать с помощью пальца. А здесь вот именно можно подписать всё это вот именно с помощью S-Pen. Давайте откроем документ один какой-нибудь, да. Вот я просто взял документ какой-то, да. Вот. Вот. Предположим, что вот… Предположим, что у нас здесь вот есть поле, в котором мы хотим записать, да, что-то вот так. Вот мы достанем ручку S-Pen. И вот смотрите, очень удобно, то есть, здесь всё очень удобно будет всё здесь заполнять, писать. То есть, на мой взгляд, заполнять вот таким вот образом, как бы, такие-то документы, то есть, намного удобнее, да, как бы, чем делать это пальцем. То есть, намного более тоньше, как бы, более правильнее всё получается и более, как бы, то есть, если надо подпись поставить где-то какую-то, да, то есть, опять же, всё это можно сделать намного более качественно, да, скажем, чем мы делали бы это пальцем. То есть, одна из основных, как бы, вещей, как бы, которая для меня именно, как бы, сыграла роль, это вот именно S-Pen, то, что если надо подписать где-то какой-то документ, надо что-то где-то сделать, то есть, это можно сделать в этом телефоне и довольно-таки хорошо это получается. Следующее, это двойной режим. Смотрите, раньше в новых прошивках, то есть, была опция, например, вот мы, давайте вот откроем, не знаю, давайте вотокроем, вот это подложение, и значит, если оно работает в этом режиме, ну, давайте, мы, например, его открыли, и мы хотим открыть вот это приложение, да, как бы, мы нажимаем вот здесь, скажем, такую штучку, и вот это, вот это был раньше такой, да, двойной режим. то есть мы могли открывать это так что появилось сейчас смотри давайте делаем вот так у нас получился канкулятор смотрите и вот мы например открыли канкулятора так вот сделали сюда поставили то есть получился полностью фактически рабочий стол вот так чтобы лучше было видно вот видео то есть такое мульти режимность и теперь мы хотим открыть youtube да вот мы открываем youtube опять же нажимаем вот сюда берем ставим скажу в эту область и смотрите вот нас закрылся youtube например да и вот мы с вами открыли youtube причем все работает все отлично как бы можем поставить как хотим а давайте покажу а сейчас например а сейчас мы хотим например открытие скажем еще какую-то аппликацию да например например хотим открыть вот эту аппликацию опять же нажимаем опускаем переносим сюда и вот мы уже открыли третью аппликацию вот смотрите и мы опять также точно так можем редактировать все вот и у нас по факту он закрыл три аппликации то есть и мы можем как бы с ними полноценно работать то есть можем где считать здесь мы можем просматривать запустить все будет работать то есть по факту мы получаем но фактически полностью мульти режимный как бы мульти режимную работу это очень удобно можно также свернуть все это очень быстро у нас все это свернется вот так вот мы сворачиваем вот видите да и мы продолжаем скажем работать с телефоном захотели вернуться и у нас есть три аппликации да вот свернутые сейчас сфокусируется отлично сфокусировался мы нажимаем оп у нас кулькулятор снова вылетел нам больше не нужен кулькулятором возьмем его закроем вот мы его закрыли то есть вот такая вот мульти режимность это на самом деле очень удобно третий аспект это батарейка то есть и жаловались то что батарейка здесь меньше чем мы с 8 плюс это что дисплей больше смотрите по факту могу сказать что батарейки полностью хватает то есть пользу телефоном довольно таки активно вот и ни разу не испытывал какой-то нехватки то есть во первых ну заряжается все очень быстро то есть зарядка или довольно таки быстро вот и то есть полностью как вот статистику конечно покажу вот то есть в моем режиме использования что постоянно дисплей включен то есть и там чем-то что-то постоянно делаешь телефоном то есть телефон постоянно находится активный вот он прогнозирует тринадцать часов тринадцать часов 38 минут работы вот от батареи он сейчас час 13 да как бы смотрите все на мой взгляд как бы батарея работает совершенно не хуже то есть либо это оптимизация либо это еще что-то да как бы но все работает отлично и по батареи не могу сказать что ее не хватает еще есть такая фишка то есть можно настраивать вот именно профили ну как бы совет опять же всем то есть разрешение дисплея то есть я ставлю вообще hd плюс можно поставить fhd плюс и и vq hd плюс да то есть ну как правило это нужно только для виртуальной реальности то есть если телефон вставляете в очки то есть вот и для такого да как бы для обычных как бы работа с телефоном вам достаточно самого низкого разрешения вам полностью хватает и то есть абсолютно больше ничего не надо то есть это тоже до помогает сохранять батареечку ну и для тех кто хочет есть максимальный режим вот можно все это применить вы увидите это тоже как бы очень большая фишка причем максимальный режим в котором все равно все-таки как бы некоторые функции доступна то есть раньше например это было так что это просто только звонить да то сейчас например можно получить сообщение в отцапе можно пользоваться интернетом все равно всегда будет работать то есть видите настроил здесь можно запустить в таком режиме youtube вот отца можно посмотреть все это откроется здесь даже можно фотографировать будет в таком режиме и смотрите сколько осталось сколько телефон то проработает сейчас я поднесу его ближе к камере 35 часов 28 минут то есть я считаю что это феноменально я считаю что это просто отлично то есть и при этом работает интернет работает все просто некоторые функции как бы они отключились вот и все работает прекрасно давайте отключим обратно все это и у нас мы получаем коком сейчас он покажет насколько часов работы мы получим в общем 10 часов 48 минут работы в режиме максимального энергосбережения вот смотрите значит что касается камеры и вот я считаю что один из главных минусов камеры здесь я считаю что это камера то есть то что здесь есть две камеры да вот скажем так вот тоже здесь есть две камеры я не знаю плюс это или минус то есть все равно как бы зеркалку вам это не заменит а вот то что то что передняя камера именно угол обзора стал намного меньше чем скажем том же самым с 7 edge ну и в предыдущих моделях вот это действительно как бы плохо то есть ну если мы снимаем себя сами да то мы будем получать как бы картинку то есть у нас грубо говоря будет влезать лицо там еще пару сантиметров а раньше мы снимали тоже с вытянули другие грубо говоря на 7 например и мы могли получить и ну то есть нас и крупный задний фон да то есть кто-то говорит что камера стала снимать лучше кто-то лучше лично моего мнения все то же самое как было то есть никаких особых изменений не увидел кроме того что вроде как две камеры появилась но нужно это или нет я не знаю то есть это все постольку поскольку в целом телефончик отличный работают работает идеально то есть у меня было много нотов 7 естественно не было по понятным причинам вот и я рад что снова вернулся к ноту телефон замечательный как я уже говорил и всем советую то что кто-то считает что батарея плохо держит не смотрите то есть батарея работает отлично все все замечательно с ним друзья подписывайтесь на канал буду снимать много разных видосов по поводу предложений обзоров кто по кому понравился обзор ставьте лайк кому не понравился дизлайк и все будем на связи всеми всего хорошего